Всюду песни и танцы. Атмосфера праздника, кажется, охватила каждого, кто пришел в парк. У Северской сразу три повода для гуляний. На День России пришли с дни рождения района и станицы. Поздравления от всех народов в самом разном исполнении. С пожеланиями дальнейшего процветания в станицу приехал и исполняющий обязанности губернатора Вениамин Кондратьев. Зашел практически в каждый курень, который прямо в парке организовали местные жители. Встречали в них всех, как самых долгожданных гостей. Здравствуйте, гостечки дорогие! Для нас сегодня такая честь – встречать почетных гостей на нашей Северской земле. А еще пытались удивить, кто во что гораст. Например, в курене Северского поселения – вся история его создания. Здесь даже зерно молотили по старинке. Если мы так будем крутить, экономики точно не будет. А это, если что, мы готовим сюда. А вообще мы такие курени строим, конечно, для того, чтобы наши дети знали, чтобы они помнили, как батьки работали. Это сегодня тоже может быть востребовано, как агротуризм. Вот. На полном серьезе говорю. Для многих сегодняшний день в Северской стал еще и днем исполнения желаний. Больше 30 детей-сирот получили собственные квартиры. Ключи от заветных квадратных метров им лично вручил руководитель региона. Вам нужно идти по дороге жизни, она разная. Важно, куда возвращаться. Тот очаг, который ждет, это крыша над головой. Главное, чтобы очаг был теплым, чтобы там шла жизнь. Тогда никакая дорога жизни не страшна. Вручение ключей – это событие в вашей жизни. Но для меня принципиально важно, чтобы это событие наступило для всех ребят, кто остался без попечения рейтилей. Для всех ребят нашего региона. У каждого из этих ребят своя история. Оно всех объединяет одно – в их жизни не было родительского тепла и нежности. Вспоминая свое детство, эмоции не сдерживали. Так случилось, что я осталась без попечения родителей. Я с вами подарила самых лучших на земле бабушку и дедушку. Я им благодарна. Однокомнатные квартиры, каждая не меньше 35 квадратных метров. Для многих – одно из самых долгожданных событий. Поэтому буквально накануне, за несколько часов, уже начали обустраивать свои комнаты. Наталья Скрипник первым делом повесила шторы и поставила стол. Говорит, чтобы принимать гостей. И не ошиблась. Одним из первых в ее квартиру заглянул глава края, чтобы поздравить с новосельем. Девушка по-хозяйски тут же приглашает за стол. Это первый торт в твоей квартире? Да. Ну давай, смелее. Жить новоселы будут в микрорайоне «Молодежный». Год назад долгожданные метры здесь уже получили 70 человек, оставшихся без родителей. Сегодня жилье в Северском районе ждут еще больше сотни детей-сирот, которые, как обещают местные власти, уже тоже совсем скоро смогут принимать гостей в собственных квартирах. Мария Крошина, Денис Перец и Денис Москаленко. Кубань, 24. Северский район.